Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, я вчера лазил тут на дерево, значит, у меня лестница есть. Снимал птичьи домики кое-какие, там подшаманил где-то, подклеил, где-то гвоздиком подбил. В общем, скоро будут птенцы у нас тут. Вот, весна, весна. Ладно, у меня сегодня очень много информации, не знаю, сколько минут получится, обычно я в 10 укладываюсь. Вот, а тут вчера мне... Дело в том, что мне вчера прислал тут один товарищ на русских-американцах статью под названием «В России полный пипец». Ну, тут даже другое слово. Значит, и вот парень пишет «Хочу поговорить о том, что происходит вокруг». Мат тоже будет, тут предупреждение. Ну, мат я уберу, постараюсь во всяком случае. Значит, под заголовок «Полный бардак». Ребята, мы живем в удивительное время. Страна рушится на глазах. Кругом полный беспредел. Русский глаз научился этого не замечать. Русское колено научилось преклоняться. Русская душа пока что терпит. Я уверен в том, что наша страна самая могучая держава. У нас безумные возможности. Но мы их прокакиваем, как бы так, да. Каждый кусочек мы просто макаем в какашки, а потом выкладываем на витрину. Неважно, что это. Кино, строительство, дизайн, праздники. Везде происходит одно и то же. Все делают через «Ж». Делают через «Ж», потому что делают не для себя. Делают для чужих людей. А значит, можно не стараться. Можно положить кривой асфальт. Можно снять дерьмовый фильм. Можно прифигачить кондиционеры на фасад. Все схавают. Второе «Лож». Я устал от лжи вокруг. Наши нагло врут нашим. Телевизор и интернет пестрит проплаченным враньем от правительства. Наши родители, дедушки, бабушки совсем ослепли в этом плане. Их приучили есть то, что дают под видом чистой правды. Они уверены в том, что наш президент – хороший парень. Мне вот тут, я перерывусь сегодня. У меня тут спор разгорелся на канале. Тоже вот многие говорят, что я пытаюсь говорить с кем-то. Все уверены. О, у вас такой президент. Даже вот с украинцами. О, у вас такой крутой президент. Нам бы такого типа. Он не знает, что там творится. Ему не докладывают. Так, под видом чистой правды. Уверены в том, что у нас все круто. Они хавают абсолютно все. Меня это очень сильно напрягает. А открыть им глаза я не могу. Веня, тебе 20 лет. Чему ты меня тут учить будешь? Парня 20 лет. На этом наши разговоры заканчиваются. Берем другую ложь. Почему нам пытаются втюхать дерьмо под видом прекрасного? Взять тот же фильм «Викинг». Раскручивали максимально сильно. Заплатили всем. Начиная от простых смертных. Познер, Ургант. Заканчивая самим Путиным. Кино получилось просто отвратительным. Очень досадно. Прокакали такую возможность снять крутой, качественно, интересный фильм. Получилось второсортное, тупое, неинтересное дерьмище. Фильм снимался примерно 7 лет. Бюджет свыше миллиарда рублей. Круто, да? Ну, тут он начинает про религию тоже говорить. Раздражает меня факт, что из-за веры нормальным людям становится жить невозможно. Веришь ты во что-то? Ну, верь себе. Чего это вдруг посты Лебедева обижают чьи-то чувства? Смысл тогда? Где здесь логика? Лично я за то, чтобы все верующие закрыли свои веры и не высовывались из неё. Да вот у нас так в Америке. Ну, веруешь, ну и веруй. Да, пусть верят, но не мешают другим людям. Почему я должен постоянно думать о том, как бы мне случайно кого-то не обидеть? Где мне моя свобода слова? Как можно жить в такой стране, в которой такой пипец, где каждая структура пропитана пофигизмом и враньём? У нас кладут болт абсолютно на всё. Попробуйте вспомнить хоть одно государственное учреждение, в котором удобно, например, или нет чёртовой бюрократии. Я не раз говорил о том, что всецело поддерживаю Навального. Пусть лучше он, нежели те, кто сейчас у власти. Несколько лет назад я думал о том, что к 20 годам меня не будет в этой стране. В 12 лет я поставил себе цель уехать до 25 в другую страну, США. У меня жена такая, она всю жизнь мечтала в США. Сейчас мне 20, я всё ищу тут, я очень люблю нашу страну и не хочу, чтобы какие-то подонки её разрушали. Но всё чаще я начинаю задумываться о том, что проще уехать и не париться. Думаю о том, стоит ли пытаться помочь поднять страну с колен, либо забить и свалить с Кореи. Ну, вот так вот, ребят, очень интересно. А знаете, что самое обидное? Мы всё можем изменить, но молчим в тряпочку, боимся и терпим. Я просто хотел высказаться всё на этом. Атас, 20 лет, пацанам. Так, опа, ребята, у меня сегодня два ролика прислали. Ох, ещё ролики. После этого будут два ролика. Первый от Антона, он уже у меня постоянный корреспондент, значит, отдельные дома в Нью-Йорке, 2019 год. А второй тоже хороший ролик. В общем, собачий парк в штате Вашингтона. После этого ролика я сразу двоих пущу, да. Посмотрите. Нет, ну, это дамочка одна прислала. Очень интересно тоже. Никто в собаке такой. Так, ну, дальше новости. В Международном аэропорту Ульяновска снегоуборщик врезался в военный самолёт. И смех и слёзы. По данным госпитализирован военный, который находился за рулём. Собеседник агентства отмечает, что во время уборки снега самолёт был неподвижен. Ну, как это вот? Ладно. Госпитализирован кинорежиссёр, народный артист России Сергей Соловьёв. Очень известная личность, я его помню прекрасно. Доставлен в больницу из-за переутомления. Ему 74 года. Вот мне вчера ещё прислали ролик, а сегодня он вообще уже везде висит. Александр Лукашенко. Вы что, больные? Это же освенцам всех под нож, всех доединов. Это корова. В какой-то коровник он приехал. Там коровы худые, облизлые. И, в общем... Ну, вот меня спросили моё мнение. Ну, какое моё мнение? Ну, невозможно президенту ездить во все коровники и там разбираться. Вот в чём дело. Ты наладишь, чтобы порядок был в стране. Тогда не будет таких коровников. Чтоб везде были люди грамотные, а не просто по блату. Ну, то же самое, что и в России. Господи, какая разница? Так, ещё один глотает пыль. По поводу задержания Абызова. Это пишет Серпом По. Кого выбрать на заклание? Сечина, Чемизова, Патрушева. Нет, нет, это, друзья, это не обсуждается. Бортникова, Шойгу, Золотова. Нет, это слуги опоры. Ну, и вот каких-нибудь там лучше, чем Абызов с его раздражающей брутальной массой, модной западной небритостью, дорогой стрижкой, шикарными костюмами не найти. Богатый, благополучный ещё вчера министр. Идеальная кандидатура. Знаете вам, обсуждайте его аресты и деньги. Ведь квартиру тёщи Чемизова за 2 миллиарда рублей вам обсуждать. Дальше будет граждане. Ну, да, вот ещё одного арестовали. Дальше будет тоже про Абызовы. Когда содержание не важно. Это Карина Орлова. Я скачу так вот в том порядке, как у меня появлялась. Вот. Значит, сговора не было. Это нарратив, который Трамп успешно обернул в свою пользу. Ну, это нарратив это высказывание. Помог, конечно, тщательно отобранный за лояльность генпрокурор Уильям Барр, огласивший на четырёх страницах свой пересказ расследования Мюллера. Россия вмешивалась в выборы в США с помощью криминальных практик, за что 26 лиц из России были обвинены Мюллером в совершении преступлений. Вот это, пожалуй, самое главное, да? Ну, вот, и потом надо будет разбираться. Действительно, это Барр только вот выложил свою версию. А там, ну, пускай разбираются в Сенате, что там дальше. Как и что. Вот. Ну, можете почитать. Она всегда интересна, пишет Карина Орлова, если вам интересны подробности. У меня просто сегодня много информации. Так. Вот ещё новость. Умер актёр Нодар Галоблишвили. Это знаете, кто такой? Формула любви, граф Калиостр. Помните такой, носатый? 8-7 лет ему было. Ну, ходят люди, да? Ну, вот опять тёща главы Растеха отказалась, оказалась владелицей пентхауза за 2 миллиарда рублей в историческом особняке Москвы. Ну, он говорил про чем из его друг Путина. Вместе дружили с семьями ещё с Германией. Вот тёща у него. Такая богатая. Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за 5 лет. Боже мой, к 24-му году. Вот потребовал. Вот всё, отправляйте и всё. Мне как по барабану, чтобы отправили. Ну, это Трамп. Вспоминайте, да? И Путина вспоминайте, и Брежнева вспоминайте, и Хрущева. Вот всё это из той же обоймы. Зря вы на себя не примеряете. Мы тут поспорили вчера, как его могли вызвать вот этого обызова, да? Ну, типа того, ну, как-то угрозы какие-то или обман. Ну, было сказано, что его как-то обманули. Вот. А оказывается, знаете что? Ну, просто на день рождения его пригласили, вот и всё. На день рождения его пригласили. Это что надо иметь в голове, чтобы в Россию прилететь на день рождения Дворковича? После ареста Магомедов напрямую с тем Дворковичем связанных. Это клоунного мозга не иметь граждан. Это, ну, думать-то не же надо, и не воображать, что вас это не коснётся. Ну, вот да. Его просто на день рождения пригласили, он прилетел. А его хопа, в аэропорту, и всё. Дикость. Оказывается, он ещё глупее, чем я думал. Коммерсант. Обвинение в отношении бывшего министра открытого правительства. Обызово. Я без смеха не могу. Открытого правительства. Обызово строится вокруг одной сделки. Ну, тут конкретно объясняется. Стоимость компании, бла-бла-бла. Алмаз, ювелир, экспорт. И так далее. Ну, в общем, такие вот дела. Нашли какое-то дело, прицепились и посадили. В Венесуэлу в числе российских военных прибыли специалисты по кибербезопасности, а также силы специального назначения. О, как. Ну, да. Ну, хакер, короче. Так. Ну, это они говорили, что якобы у них энергетику отключили из США, да? Вице-премьер Дмитрий Козак. Компания Ford прекращает производство легковых автомобилей в России. Ну, вы это знаете. У Ford проблемы со сбытом продукции. Поэтому решено не продолжать самостоятельный бизнес в России. Так. Сирии потребовало созвать экстренное заседание Совета ООН по голландским высотам. Ну, это вот Трамп тоже. Как говорится, палку сунул вот так вот в бак и помешал. Вот теперь будет бардак. Ну, это же Трамп. Для почти 13 миллионов работающих российских женщин может быть увеличен рабочий день. Опа! Оказывается, смотрите, я не знал этого. Речь же идет о жительницах сельской местности, которые работают по 36 часов в неделю. Между тем, стандартная рабочая неделя у России составляет 40 часов. Укороченный рабочий день был введен в 1990 году. Тогда законодатели посчитали, что женщинам нужно дополнительное время для введения личного подсобного хозяйства. Теперь в Минтруда считают, что эта норма усталела. Ну, все, у женщины будете больше работать. В Магасе протестующие продолжают демонстрации, требуя отставки главы Ингушетии Юнус Бека Евкурова. Ну, помните, там в Ингушетии насчет границы с Чечнёй и так далее. К площади стянута бронетехника. Ужасно, ужасно. Евгения Альбац. Вот тоже, ребята, интересно. Особое мнение, да, я специально выделил тут кое-что. Она интересные вещи говорит, на самом деле, да. Ну, вот насчет Трампа и Мюллера, да. Она говорит, что вряд ли можно Трампа назвать победителем. Мало кто рассчитывал на то, что доклад Мюллера докажет сговор между штабом Трампа и России. Но, однако же, Мюллер и его команда чётко зафиксировали, что Российская Федерация, российские спецслужбы вмешивались в выборы в США. Это зафиксировано, это один из выводов, который был сделан. Вот, это первое. Ну, вот дальше тоже. В США, наверное, вы помните, вину человека надо доказать. Не доказан сговор, понимаете. Тем более, у Трампа такие шикарные юристы, ему ничего нельзя предъявить в суде, они всё разобьют. Вот, дальше, вот, она тоже говорит, Альбац. Я ходил слушать Трампа, ещё давно, вот, промерист был в Нью-Хемпшире. И я поражался, я думал, это невозможно. Конечно, человек настолько малообразованный, говорящий какими-то примитивными лозунгами из глубинки, конечно, он не будет избран. Я была совершенно убеждена, что это невозможно. Это какой-то клоун. Да, абсолютно. Я тоже сам, я слушал его. Это клоун. Так, дальше. Насчёт голландских высот. Это знаете что, почему вот он признал за Израиля? Дело в том, что в Америке очень же много евреев. Вот, Трамп готовится к 20-му году, но второй срок собирается избираться. Вот что. Вот в чём тут штука-то. Вот, насчёт Абызова она тоже говорит, что, смотрите, мы с вами отлично понимаем, система построена так, что если завтра прийти к любому губернатору, то у любого губернатора найдут что-то, что позволяет завести на него уголовное дело, отправить его в Ефортово. Любого, понимаете. Вот так вот. Не только губернатор, а вообще вот шишки. Выше председателя колхоза. Так, и вот ещё интересно. Да, говорит, это репрессивная волна. И делит деньги. Смотри, в позапрошлом году был совсем плохой год для инвестиций. Пришло в Россию 70 миллиардов долларов. Да? Это 2017-й. 70 миллиардов. В 2018-м 2 миллиарда. В 35 раз меньше. Поэтому сейчас идёт оголтелая борьба за отстатки этого пирога. И все, у кого можно будет забрать бизнес, будут забирать. Вот Калви тоже самое. Да? Это всё одно и то же, ребята. Вот. Закрываем Альбац. И последнее. Очень интересное. Смотрите. Опять Форд уходит из России. Пишет Сергей Слонян. Ну да, по экономическим мотивам. Политика компании Форд – да. И вот смотрите, почему. Мы не осилили Форд. Он нам не по плечу и не по карману. Рано нам иметь честного и сильного партнёра. Взвесив риски и осознав, что Россия тонет и до её кончин остаётся совсем немного, компания подняла решение о бегстве. Лучше уйти сейчас, потеряв заводы, чем оставаться в ситуации убытков и стагнации экономики, когда результатом работы становится лишь ущерб. Россия тонет, ребята. И Форд это хорошо понял. Поэтому они уходят. Ну всё. Ой, устал. Новости я зачитал. Вот теперь два ролика. Значит, из Нью-Йорка и из Вашингтона. Штат Вашингтон. Посмотрите. Я с Вами прощаюсь. Всего хорошего. Доктор Влад с Вами. Специально для канала Доктор Влада. Я продолжаю свою вчерашнюю прогулку по Бруклину. Хочу Вам показать немножечко другие жилые здания. Жилые дома. Я Вам говорил уже в прошлых роликах, что дома ещё бывают отдельно стоящие. Вот сейчас как раз я это и снимаю. У каждого дома есть впереди участочек такой небольшой. В принципе, как и у тех домов, которые я показывал раньше, которые соединены между собой. Так же у каждого дома есть участочек сзади дома. Ой, Белочку вижу. Сейчас я Вам её покажу. Сейчас я приближу её. Вот, Белочка-хулиганка. Вот животное из-за разряда бродячих животных. Белочка-бродяжка. Так вот, к вопросу о бэкярде. Бэкярд – это кусочек земли сзади дома. Сзади каждого дома есть обязательно кусочек земли для отдыха. Ну, кому для чего, кто что там делает. Любой дом можно пройти насквозь. То есть, вот со стороны улицы можно зайти в любой дом и выйти с задней стороны этого дома и попасть на тот самый бэкярд. Как правило, люди на этих бэкярдах имеют свои приспособления для жарки шашлыков. Там у них стульчики стоят, столики стоят. Ну, в общем, люди отдыхают там. И как бы это скрыто от общих глаз, потому что со стороны улицы, естественно, этого ничего не видно. Вот, а там как бы и хорошо вот так. Такие отдельно стоящие дома, они тоже бывают на двух хозяев или на одного хозяина. Ну, бывает вот так вот. Он как бы пополам тоже разделен, такой домик. И две двери входные, две семьи живут. Ну, когда как. Когда одна семья, когда две. Ну, вот разные такие постройки. На этом все. Спасибо за внимание. Всем привет. Меня зовут Елена. Я живу в городе Такома, штат Вашингтон. Специально записываю это видео для канала Доктора Влада про собачьи парки. Вот мы идем с нашей собачкой гулять в парк специальный, где можно снять с него поводок, чтобы он там побегал. Вот это вот территория для маленьких собачек. А вот там начинается территория для больших собачек. Мы идем, естественно, для больших собачек. Вот, на входе можно взять сразу пакетики для... Ну, вы сами поняли, что. Вот, здесь свои правила, что нельзя, например, оставлять палитку открытой, ее нужно закрывать. Вот, что нужно пропускать. Вот контейнеры для... Сами понимаете, для чего. Вот, смотрите, сколько собачек. Вот, собачки гуляют. Всякие разные. Наш тоже бегает, уже без... нюхается. Вот огромная территория. Как видите, все огорожено. Собаки не убегут. И они здесь вообще не агрессивные собаки. Никто не нападает, никто никого не кусает. Наша собака обожает этот парк. Его зовут Чьян. Ну, все. Спасибо за внимание. Все, пока.